здравствуйте у нас есть к вам вопрос в чем разница между человеком и животным человек однозначно не самое сильное не самое быстрое если верить современным исследованиям дельфинов даже не самое умное создание что же отличает человека и животное человек имеет возможность креативного общения если животные общаются с целью выживания только человек может выражать философские глубокие разные простые сложные идеи который говорит что когда всевышний вдохнул душу адаму тот стал живой душой то есть в отличие от животных был наделен рассудками речи движущая сила человечества это устное общение поэтому тора задержит так много заводей освещенных этой теме речь это инструмент творения обратите внимание турак говорит и сказал всевышний и будет свет мы тоже можем творить человека с помощью нашей речи можем его подбодрить похвалить тем самым подчеркнуть ты нам важен твое существование для нас необходимо но также мы все видели силу сплетен которые могут разрушить отношения семьи и даже целые общины негативная речь это самое смертельное оружие известное человеку он может убить много людей чем даже на большом расстоянии один человек распространял сплетню о другом позже он пожалел об этом и пришел к раввину спросить совета как можно это исправить иди в магазин и купи мешок зерен сказал ребби затем иди в поле и развея их по ветру сделай так и вернись ко мне через неделю человек сделал то что ему сказали и через неделю пришел к ребби чтобы узнать что же делать дальше теперь сказал ребби пойди и собери эти зерна но запротестовал человек это же невозможно они же рассеялись очень далеко и многие даже пустили корни вот именно сказал раввин теперь ты понимаешь что если мы говорим о ком-то плохо этот эффект может распространиться очень далеко и широко и практически никогда не может быть полностью исправлен с другой стороны слова могут быть использованы для потрясающих хороших вещей подбодрить друга у которого был тяжелый день поднять чью-то самооценку дать больному чувство надежды не стоит недооценивать силу слов и роль которую они могут сыграть в чьей-то жизнь как сказал царь шлемо жизнь и смерть в руках языка кошерный этот термин который используется как правило по отношению к еде и законам с ней связаны но его также можно применить по отношению к речи ведь то что выходит изо рта также важно как и то что туда заходят существуют еврейские законы применимые именно к нашей речи и тот кто их исполняет почувствовать что меняется не только то что он говорит но и то как он ведет себя по отношению к другим людям речь становится кошерной тогда когда человек выбирает обращать внимание на хорошее больше чем на плохое когда он выбирает поддерживать другого поднимать ему настроение балмуд говорит что лошонара злословие убивает трех людей того о ком говорят потому что его репутация разрушается того кто говорит лошонара потому что он разрушает себя духовно и того кто слушает лошонара потому что он дает возможность говорящему согрешить а также его мнение о том кого обсуждают будет разрушена многие ошибочно предполагают что запрет тора состоит только в том чтобы не говорить неправду это не так ложь всего лишь один из запретов лошонара это запрет передачи любой уничижительной или негативной информации о другом человеке даже если это право талмуд говорит что человеческое тело было специально создана чтобы воздерживаться от злословия зубы и губы служит воротами которые регулируют то что выходит изо рта тогда как язык принимает горизонтальное неактивное положение более того у человека есть два глаза два уха и две ноздри но только один рот напоминание о том что нужно меньше болтать спрашивает талмуд для какой цели всевышний создал мочки ухо для того чтобы если мы окажемся в ситуации когда говорят лошонара мы могли бы удобно использовать мочки как ушные затычки итак слушать лошонара запрещено поэтому мы должны избегать общаться с людьми которые сплетничают если же мы услышали негативную информацию нельзя ей верить с другой стороны можно подозревать проверить но никогда нельзя воспринимать этот негатив как непреложный факт есть несколько стандартных потенциальных ситуаций лошонара которых нужно научиться избегать вот они но это правда но я даже не упомянул его имя мне бы было бы все равно если бы обо мне такое сказали все и так об этом знают да я бы даже сказал это ему в лицо я просто шучу люди из этого города такие это может быть лошонара но а может быть ничего не сказать но просто закатить глаза все это лошонара однако существует и исключение из правил мы можем говорить и слушать не принимая информацию как стопроцентную истину в том случае если мы уверены ее цель предотвратить будущий вред например чтобы предостеречь кого-то от бизнес-партнерство с мошенником чтобы предотвратить чью-то свадьбу с человеком который объективно имеет пагубные недостатки которые он скрывает но в любом случае в таких сложных ситуациях всегда лучше проконсультироваться с раввином мудрецы говорят что первый храм был разрушен из-за трех тяжких грехов идолопоклонства убийства и разврата и 70 лет изгнания были достаточны для того чтобы очистить наш народ от этих страшных преступлений второй же храм был разрушен из-за беспричины ненависти а в частности из-за злословия лошонара и мы уже две тысячи лет находимся в изгнании храм не отстроен злословие продолжает держать нас в изгнании провоцировать антисемитизм и многие другие несчастья великий раввин Хафецхаим считает очевидным что если еврейский народ соблюдал бы все законы правильные речи он заслужил бы избавления кошерная речь это инструмент нейтрализации и предотвращения зла, горечи и зависти которые существуют между людьми она, кошерная речь, приносит в мир любовь, добро и гармонию которые объединяет еврейский народ в единое целое и со Всевышним так давайте же помогать друг другу говорить всегда только положительные вещи для того чтобы заслужить полного избавления в наши дни в наше время проявления в наш дом Продолжение следует...